Доброе утро всем тем, кто не спит в эту субботу. И делает он это абсолютно верно, потому что совсем скоро начинаются соревнования второго этапа Кубка Мира по лыжному двоеборью. С вами режиссер трансляции Иван Андержанов, ваш комментатор Атар Мамучашвили. Ну и совсем только начинает светлеть еще в Олимпийском Лилихамере, а прыгуны, точнее двоеборцы, уже вовсю готовы к началу. Но пока давайте посмотрим, что на результатах квалификации. Победу в ней одержал Хавард Клеменсен. Отличный прыжок на 131 метр. Кристоф Биллер вновь был хорош, проиграл совсем немного норвежцу. Эрик Фрэнцель, похоже, не собирается повторять. Разумеется, ни на что рассчитывать уже не мог. Томаш Портик сюда приехал, хотя был у него грипп. Очень нехорошо он себя чувствовал в руки, особенно во время командной гонки. Прыгал здорово, но бежать совсем не мог. Он и так не самый быстрый, но еще когда и болезнь, то нелегко приходилось. И в паре с Двороком он шел на выживание. Дворок пытался зацепиться, но не получилось подняться на подиум. Зато вот в индивидуальной гонке Дворок в итоге стал третьим. Ахито Ватабе был пятым в квалификации. И тоже японец, похоже, начинает набирать обороты. Джейсон Ламишепу из седьмой. Евгений Климов десятый. Кстати говоря, отмечаем хороший прыжок Жени, но надо начинать ему прогрессировать в беге. Потому что как бы здорово он не прыгал, если не бежится, то сделать что-то очень сложное. Франсуа Брод двенадцатый, Фабиан Ризель пятнадцатый, Тину Эдельман шестнадцатый, Дворок семнадцатый. Магнус Рибер. Ну это совсем молодой парень, ему всего нас восемнадцать лет. Ох ты, вот это да! Но даже семнадцатилетний, не обладающий должным опытом, Магнус Рибер улетает за сто тридцать метров. Если быть точнее, сто тридцать три, конечно, будут неплохие оценки. Потому что сумел он показать Телемарк. Да, вот он, пожалуйста. Ну, чуть-чуть смазанный, конечно, но все равно он был. Это приземление не на две ноги. Ну, не на две прямые ноги, конечно же, я имею в виду. И он становится лидерным соревнованием, причем уверенно. Шикарный прыжок. Ох, интересно будет Гундерсене за ним посмотреть, за ним на него понаблюдать. Очень-очень неплохо. Тамаскет-бот. И тут здорово. Но его мы всегда знали как отличного прыгуна. А вот на лыжне он чувствовал себя неуверенно. 130 с половиной уступит немного Риберу. Но в любом случае это очень неплохой результат. И тренер может быть более чем доволен молодым поколением. Риберсене за ним. Мы все знаем. Которые... И мы все знаем. Риберсене за ним. И мы все знаем. Ох, интересно. Ваня уступает во всем. Попробуем кое-что. Попробуем кое-что. Видели, как Ронни Аккерман отреагировал на этот прыжок Вольган Гвизель Очень красиво свою попытку исполнил Хорошие оценки, красивый телемарк Неплохая дальность И он становится третьим, не так сильно отставая от двух норвежцев Адам Читлар Ну вот это уже поскромнее Это уже поскромнее Так, я пытаюсь понять, с каких ворот сегодня прыгают Из пятнадцатых Для сравнения, в квалификации прыгали из тринадцатых и четырнадцатых Ну точнее, начинали с шестнадцатых Потом потихоньку шли полунообывание Чтобы слишком далеко уж не улетали Ну а прыгуны и вовсе с девятых и одиннадцатых Вчера прыгали свои Ну а это никто иной, как Тахи и Като, похоже, был на наших экранах Вильхем Денис Да, очень здорово, очень здорово Идеально выверненное отталкивание Шикарная полетная стадия И еще и качественное приземление с телемарком Восемнадцать с половиной, две оценки, одна восемнадцать У Вильхельма Денисля и С прыжком на сто тридцать один с половиной И он становится третьим Третьим, проигрывая совсем немного Риберу Ну за каждое очко отставания дают четыре секунды тут Так что, вот, получается, Денисль будет проигрывать примерно 22 секунды Что не так мало Достаточно жестко В том плане, что на этом трамплине разброс приличный Соответственно, и отставания будут очень-очень солидными Мартин Фринц тоже здорово летит Десятый, да Большая поправка была Отрицательные оценки судей Три по шестнадцать Тим Хук Ох ты, как здорово И у швейцарца, между прочим Бег-то покачественнее, чем прыжки будут Но хотя после вот этой вот попытки Я бы уже задумался Сто тридцать три метра Компенсация Ноли два Оценки Две восемнадцать с половиной Одна восемнадцать И очень доволен швейцарский специалист Потому что Тим Хак поднимается на второе место И будет всего 13 секунд проигрывать Магнусу Риберу Да, а вот это вот уже очень прилично Мартин Еленко Ну, Мариан Еленко должен далеко прыгать Была небольшая ошибка на отталкивании Не очень хорошую траекторию набрал он И в итоге вот так вот бросило вниз Может, конечно, намного лучше прыгать Тимарья И учитывая, что на лыжне он обычно не слишком хорош То это скорее для него неудача Какие очаровательные болельщицы Любители прыжков с трамплина Но они чуть попозже Потому что Евгений Климов готовится выполнить свой прыжок А прыгает он очень здорово Ну вот, пожалуйста Шикарный прыжок Намного дальше, чем все остальные 141 метр куда-то в район рекорда трамплина Который принадлежит, кстати говоря, Симону Аману 146 метров Тут ни о каком телемарке и речи быть не может Тут просто удержаться бы на ногах Ну а теперь держаться, терпеть на лыжне Разумеется, все 16 баллов получает Климов Выше тут было набрать сложно И всего-навсего Ну а теперь Магнус Мон Да, вот этот вот ветер в спину Конечно же, совсем плохо для Мона Надо лететь на 125 И это будет хорошим результатом А вот это здорово А вот это хороший прыжок И Магнус Мон автоматически становится Одним из претендентов на победу В сегодняшних соревнованиях 128 с половиной Хорошая положительная компенсация Но и менее чем в минуте Судя по всему будет Мон Седьмой 38 секунд всего Отставание Да Ну довольный, конечно, Евгений Климов Есть чему порадоваться Но надо собираться с мыслями Надо пытаться Показать свою лучшую гонку Ближе к середине Есть это Ватабе Ну вот это уже другое дело Младший из братьев Ватабе Привел в порядок Свою прыжковую составляющую И сегодня Готов бороться Сто тридцать один с половиной Сего секунды Отставание От Кили Тину Эдельман Прославленный Известнейший Тину Эдельман Но Звезд с неба Последнее время Особо не хватающий Керман Вайнберг Главный тренер Но Орня Керман Вовсю Помогает Так 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 Ну это Потенциально Этот прыжок Был куда-то Вот в район 140 метровой Отметки Но на деле Похоже сам Испугался Такого мощного Отталкивания Такого Высокого Полета Эдельмана И в итоге Лишь 128 Хотя Тоже Неплохо Не похоже На самом деле Сидро Урусотник Этот парень Умеет Хорошо прыгать Ну вот Вам Пожалуйста Совсем Другое Дело Сидро Урусотник Прыгает Очень здорово Но вообще Что касается Сетвика То Давно Его отмечали И давно Его ввели Не все У него получалось Уже Все-таки 22 года Но Сегодня У него Хороший шанс Хороший шанс Набрать очки Он первый И 20 секунд Приводит Всем остальным В том числе Евгению Климова Ну а теперь Внимание Эрик Френцель Ох здорово Френцель Хороший прыжок Замечательный Телемарк Получился У действующего Победителя Кубка мира У олимпийского Чемпиона У победителя Всех трех Соревнований В Нордик Комбайн Трипл Который Проходит Сифилде В этом году Второй раз Будет проводиться Интересный Старт Очень три конки Подряд И всего Восемь секунд Уступает он Сетвику Ну теперь уже Не до шуток Теперь Уже все Очень серьезно Тахеи Като Тоже неплохо Ну Сотвик Вообще шикарные оценки Получил За счет них Он в первую очередь Лидирует Японец Их не добирает Из-за того Что смазал Телемарк Пока шестой Но Перед стартом Решающей Двадцатки У нас Небольшая пауза Который Летает Уже Ну конечно Не на уровне Янды Или кудулки Например Но Все равно Очень и очень Здорово Но при этом Еще и бегает Неплохо 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 Но может Он и получше Ну возможно Еще Последствия Болезни Дают о себе Знать Все-таки Грипп был И то Что так быстро Сумел восстановиться Портик Немного Удивительно Ну вот Молодой организм И огромное Конечно Желание Выступать Помогают Томашу 30 секунд 135 Вежец Который Прыгает Очень здорово Один из самых Опытных Двоеборцев В мировом Мировом туре 31 год Вот ему Так Вот Очень даже Неплохо Ну вот Видели Где зеленая Планка была Ветер был Благоприятный Чтобы Возглавить Соревнование Нужно было Улетать Куда-то В район Рекорда Трамплина Кем Ховард Клеменсен Так Ну Видимо Тренеры Попросили Опустить Ворота Немного Коллегия Судьи Это решение Одобрила Ну и Ховард Клеменсен Понятно Может За 140 Улететь Ему У него Тогда не получится Хорошее Приземление Нам Продемонстрировать С телемарком Маленькие оценки Будут Поэтому Лучше Опустить Лавку Улететь На свои 137 138 С качественным Приземлением За счет Компенсации Все добрать Но это Конечно В теории Как все Получится В жизни Ох Какая Высокая Траектория Аккуратно Шикарный Шикарный Прыжок Ховарда Клеменсена Какой Там Запас Был И это С 14 Товорот 142 метра Он мог По-моему Еще дальше Лететь По-моему Просто Напросто Испугался Но Телемарк Показал Да Ховард Клеменсен Очень серьезно Настроен И очень Хорошо Готов Ну Тренеры Все Грамотно Сделали Если бы он Прыгал С 15 Мне даже Страшно Представить Что тут Было бы 24 Секунды Преимущество Да Вот это Уже Серьезная Заявка Ну Вот Еще Одно Открытие Этого Сезона Илка Хэррол Молодой Финн Но Тут Также Очень Много Зависит От прыжка Дома У себя Понятно Что он Показывал Неплохие Результаты А тут Кстати Говоря Неплохо Извери Он качает Головой Очень Неплохой Прыжок Минута Минута Проигрывает Примерно Столько В первых Полутора Минутах 20 человек Это Все таки Достаточно Высокая Плотность Результатов Первая Тридцатка Поместилась В двух Минутах Ну а вот Магнус Крок Конечно Один из главных Неудачников Наряду С Мико Коксленом Ну и еще раз Полет Нашего Текущего Лидера Хаварда Клеменсена Но мы продолжаем Десятка сильнейших Кубка мира Готовится К старту И начинаем Мы ее С Франсуа Брода Не самый лучший Прыжок От Франсуа Учитывая Что Прыжковая часть Обычно получается Чуть-чуть получше Нежели лыжная Лыжегоночная У Брода И понятно Разочарование Тренера Недоволен Сборной Минута Брода 117 метров Совсем Билер 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 Он максимум Он мог Билер 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 Минута 28 И он 20 Будет Накатывать Но Все же Многовато Проигрывает Билер 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 Ну вот Этот И прыгает Хорошо И бегает Здорово Опытнейший Австриец 32 года В этом году Исполнилась Груберу и никакой ветер его не остановит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как заболтал его в воздухе. В итоге дальность получилась неплохая, но потенциал у прыжка был намного выше. Тем не менее, Грубера мы со счетов не списываем. Несмотря на не самые высокие оценки судей. Несмотря на то, что мог он лететь и подальше. Тем не менее, он 14 минута 0-4 и тут можно бороться. Хотя он недоволен, потому что знаем мы Грубера как отличного прыгуна. Ну а теперь, внимание, Йоханнес Ридзак попадает в тяжелую ситуацию в рамках лидера Кубка Мира. Придется ему с ней справляться. Придется ему доказывать свою состоятельность. Желтая майка отправляется в свой полет. Внимание! Ну вот вам, пожалуйста. Теперь пришло время уже Ридзаку оказаться в ситуации, в которой побывал в руки Эрик Френци. Это будет в районе двух минут отставания. Это совсем скромный прыжок на 119 метров. И компенсация, кстати говоря, не такая большая. Ридзаку будет очень не сладко. Две десять. Вот это да! Тут будет очень и очень сложно ему зацепиться за двадцатку. Таким образом, у его соперников появляются варианты. Ну вот, практически вся десятка сегодня провалила прыжки. Ну а шикарный шанс предоставляется Хаварду Клеменсену. Осталось нам подвести итоги прыжковой части. Ждем итоговых результатов. Ну вот, давайте посмотрим. Клеменсен в 24 секундах. Сетвик. Далее Френцель, Ламиша Пуи, Климов, Ватабе, Биллер, Рибер, Като, Портик. Неплохо. Ватабе проигрывает уже минуту. Шмидт, Хок, Грубер, Хэрролла, Кьетботт, Денифель, Бузель, Эдельман и Моан. Менее полутора минут все они проигрывают. Еще сюда помещаются Дворок, Еленка, Ризель, Брод и Фридц. Плотность, конечно, феноменальная. Есть преимущество у Клеменсена, остальные идут очень близко друг к другу. Ну и тут, казалось бы, плотность сохраняется, но потихоньку растет отставание и две минуты отыграть. Это уже совсем непросто. На 10 километрах С другой стороны, тем любопытнее нам будет смотреть за продвижением Ридзека, Кокслина, Грабака, Крога и многих других. Ну вот, Штайндли, кстати говоря, дисклифицировали. Надо узнать, по какой причиной. Попробуем разобраться ближе к Гундерсену. Ну а наша утренняя трансляция потихоньку подходит к концу. Но мы сегодня еще обязательно встретимся. Пока давайте еще раз посмотрим за этим замечательным прыжком Хаварда Клеменсена. Замечательный план олимпийского Лилихаммера, но в этой части 15.45 по Москве, 13.45 по Центральнеевропейскому, такой же Гундерсон на 10 километров. Две похожие гонки, две по сути одинаковые гонки, но в целом очень-очень интересные. Ну вот это совсем любопытный кадр был. На этой колоссальной еле, на верхушке была игрушка. Как она там оказалась? Кто сумел от нее залезть, я не знаю, но шикарный кадр. Операторы выловили. Ну а в этот момент вовсю начинаются соревнования по лыжным гонкам тут Лилихаммере. Наш телеканал продолжает вещание, наш телеканал продолжает постоянное освещение зимних видов спорта. Для вас на этой трансляции работал режиссер Михаил Реполов, ваш комментатор Атар Мамучашвили. Увидимся чуть-чуть попозже, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok